всем привет дорогие друзья с вами снова я артем и моя рубрика автомобили с 90 сегодня я хочу вам рассказать о преемнике бмв е34 это бмв в е39 кузове которая не менее чем е34 пользовалась популярностью у автолюбителей той пользуется и по сей день прежде чем я начну я хотел бы вас спросить любите ли вы автомобили также люблю их я если да то ставьте лайк под данным видео дабы поддержать этот канал поддержать его развитие и добавить не стимула для создания новых роликов а я же начинаю бмв е39 это модификация кузова бмв 5 серии который выпускался с 95 года по 2003 год включительно предшественником данного кузова был бмв е34 а ему на смену пришли бмв е60 в 2003 году и бмв f10 2010 совершенно новом стиле бмв базовой в семействе была модель 520 а ее двухлитровый двигатель выдавал 150 лошадиных сил а после рестайлинга объем вырос до 2 и 2 литра а мощность выросла до 170 лошадиных сил версия м5 была выпущена в девяносто восьмом году она сначала двигателем в 8 с 62 который был сделан на базе м62 b44 все модификации кроме 535 и м5 были доступны в кузовах седан и универсал 535 и м5 выпускались только в кузове седан что же касается более подробной истории модели модель была представлена общественности в сентябре 1995 года на автосалоне во франкфурте изменения в дизайне по сравнению с предыдущим поколением е34 были более значительными чем при предыдущих сменах поколений в целом кузов стал менее угловатым фирменные двойные фары были закрыты общим плафоном окантовка решетки радиатора ноздри приобрела более округлую форму центральная консоль автомобиля как и предыдущих поколениях немного повернута в сторону водителя за счет увеличения колесной базы увеличились и пространство для задних пассажиров подвеска автомобиля почти полностью создана из алюминия что хорошо повлияло на управляемость автомобиля уменьшив его вес в итоге непосредственная масса подвески уменьшилась на 36 процентов конструкция задней подвески с подруливающим действием задних колес улучшает управляемость автомобиля на дороге для лучшего распределения веса автомобиля по осям аккумулятор расположили подполье багажного отсека весной 97 года увидел свет универсал туринг который на 90 миллиметров длиннее седана и на 100 килограмм тяжелее грамма двигателей полностью идентична седану а список стандартного оснащения был дополнен двумя боковыми подушками безопасности 1998 году началось производство бмв м5 на этот автомобиль устанавливали форсированный 5 литровый двигатель v8 s62 конструктивно схожий с серийным 4 4 литровым агрегатом m62 b44 оборудованным системой w1 с 8 индивидуальными дроссельными заслонками впервые на серийной модели бмв мощность двигателя составила 400 лошадиных сил но в отличие от бмв е34 не появилась м универсала в базе е39 единственный в мире официальный бмв м5 е39 туринг заказал глава бмв м в 1999 году модель получила часть конструктивных изменений которые коснулись двигателей и не повлияли на дизайн автомобиля основные изменения заключались в том что 6 цилиндровые моторы получили управление обоими распредвалами системы дубль ванас 8 цилиндровые систему ванас для впускных клапанов и двухступенчатые каталитические нейтрализаторы отработанных газов позволившие достигнуть евро 4 2005 года том же 1992 году появился 184 сильный дизель с неразделенной камерой сгорания системой фрыска common rail турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха на бмв 530d автомобиль способен развивать 225 километров в час и расходовать в стандартном загородном цикле менее 6 литров на 100 километров в начале 2000 года появилась недорогая бмв 520d с двухлитровым четырехцилиндровым дизелем непосредственного впрыска непосредственного впрыска более мощная бмв 525d заменила предшественницу 525 тдс новый 2 и 5 литровый 6 цилиндровый дизель непосредственного впрыска с турбонаддувом оснащен системой топливоподачи common rail и развивает 163 лошадиных силы а вообще в целом модель выпускалась до 2003 года когда на смену и пришла бмв е60 универсалы выпускались также до 2003 года что касается модельного ряда двигателей на данной модели она составляла около 20 различных моторов все следующие автомобили 5 серии в данном кузове выпускались в новом виде первое что изменилось это габаритные стояночные огни передних фар получили округлую форму в виде ангельских глаз задние фонари имеют прозрачные указатели поворотов а также светодиодные габаритные огни второе что изменилось это декоративная решетка радиатора обрела новый более объемный вид 3 немного изменился дизайн бампера новый стиль передних противотуманных фар и последнее изменение коснулась м стиля что же друзья вот такая вот короткая история по еще одном представителя концерна бмв который был выпущен 90-е годы и выпускался до начала 2000 если же вам понравилась данная история история данного автомобиля ставьте лайк под данным видео подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующие ролики а я же с вами прощаюсь всем пока